Вот наша Настеночка. Перебирая фотографии, Татьяна Амельченко вспоминает свою любимую ученицу. На снимках золотая медалистка, умница, красавица Анастасия Тархова. Что отличало от всех ребят Настю, это ее любовь к русской литературе и к философии русских писателей. Любовь к литературе привела девушку из физико-математического класса на филфак педуниверситета. В этом году родная школа снова распахнула двери любимой ученицы. Я объявляю нашу книжную выставку открытой. Давайте поаплодируем друг другу. С интересом и вниманием слушают пятиклассники Анастасию Юрьевну. Для них она не только учитель, но и классный руководитель. Быть в этой роли Анастасии совсем не страшно, ведь дома и стены помогают. Я чувствовала, что вернусь домой. Вернее, у меня даже не было мысли остаться в другом городе. Я хотела вернуться в родной Ноябрьск, именно в родную шестую школу. И знала, что меня здесь ждут и меня здесь с радостью примут. Анастасия Тархова – одна из двух молодых педагогов, кто решил работать в своем родном городе. Определиться с выбором помогла программа «Ориентир Ямал». Окружной проект запустили в прошлом году. Одно из его преимуществ – единовременная выплата педагогов 100 тысяч рублей. Возможностью уже воспользовались 19 молодых специалистов. Здравствуй, доченька. Пример не только в жизни, но и в профессии. Мама Анастасии – педагог дополнительного образования. Всегда готова подставить дочке плечо в нужный момент. Ты даешь старт маленьким ребятам в жизни. Прежде всего, большая ответственность. Я очень рада, что мой ребенок будет помогать становиться личностями многих-многих ребят. Перемена закончилась, и пятиклассникам пора на урок. Вновь погружаться в удивительный мир прозы и поэзии вместе со своим учителем литературы. Анна Селезнева, Ярослав Кудринок. Время Ямала. Ноябрьск.